Астропрогноз на выходные 17-18 августа. Итак, конфликтные и опасные энергии по-прежнему работают, и мы стоим с вами на пороге полнолуния. Юпитер стоит квадратом к Сатурну, и долго он так будет стоять, ни один день и ни одну ночь. Ну и ваша задача сейчас – увернуться от молнии Юпитера и не попасть под раскаты его грома. Вы должны быть тише воды и ниже травы, и придерживайтесь этого правила в ближайшие несколько месяцев. Меркурий выйдет опять точным квадратом на Уран, и лихая энергия появится в пространстве. Эта энергия будет сдувать всё на своём пути, переворачивать всё с ног на голову, в том числе и ваши планы. Но вы за этой энергией не идите, она может и вас с ног спить. Вы помните, что вы тише воды и ниже травы. Меркурий – квадрат Уран – это всегда стресс, шок, суета, неприятные известия, неразбериха. И, конечно же, Меркурий ретроградный, поэтому это возврат к ситуациям, которые уже были. И это снова потеря уверенности, потеря стабильности. И Меркурий вернулся в знак льва сейчас. А во льве Меркурий всегда грубый, он с короной на голове, невоздержанный, заносчивый, и болтает всегда всё, что ему в голову взбредёт. И сегодня на вашем пути будет очень много тех людей, которые не с той ноги встали. То же самое будет происходить и в воскресенье. Поэтому с незнакомцами языком не сцепляйтесь. Непонятно, чего от них ожидать сегодня можно. Да и завтра, кстати. Да, и ваш друг тоже сегодня может оказаться не только предателем, но и неадекватным, и даже опасным для вас. Не спорьте, не ссорьтесь сегодня ни с кем. Забутыльников не ищите. Вам нужна трезвая голова. И не будите ни в себе, ни в людях тёмного начала. В субботу нельзя никому верить на слово, и следует очень тщательно перепровелять любую информацию, которую вы можете использовать. Суббота может оказаться вообще днём лжи, днём обмана. Очень вероятны множественные фейки, особенно в средствах массовой информации, поэтому не верьте. Не лучший день также для встреч, а тем более для покупок, для каких-то договорённостей. И ранее запланированные встречи или сделки, они тоже могут неожиданно сорваться. Если встреча всё-таки и состоится, то постарайтесь опять же избегать любых споров, и тем более конфликтов. Разногласия во взглядах будут настолько ярко выраженными, что ссор просто будет не избежать. Даже лучшие друзья в одночасье могут оказаться врагами, а переживания и потрясения могут довести до нервного тика или ещё хуже – до нервного срыва. В общем, дни крайне напряжённые и конфликтные. Помните про закон и порядок, ответственность и дисциплину. И не нарушайте это. Ну а теперь давайте посмотрим, какие же темы вернёт конфликт Меркурия с Ураном именно для знаков зодиака. И какие темы вам нужно избегать. Для знаков зодиака «Телец», «Лев», «Скорпион» и «Водолей» темой, которую не нужно поднимать на выходных – это тема денег. Вы можете обвинять кого-то в своих убытках, обижаться, обидеть другого, вымещать свои претензии и неудачи вы будете именно на самых близких людях. Кому ещё стоит помолчать на финансовую тему – это знаки зодиака «Козерог» и «Рак». Ну а для знаков зодиака «Дева», «Стрелец», а также «Телец» темой для скандалов и споров и потрясений будут ваши какие-то несбывшиеся желания, несбывшиеся обещания и ожидания. Не поднимайте эти темы. Обидеть своих любимых, наговорить лишнего, порвать отношения могут стрельцы, рыбы, козероги и тельцы. Знаки зодиака «Лев», «Весы», будьте очень осторожны на этих выходных, держите себя в руках. Вы можете выкинуть что-то очень неожиданное, шокирующее, поэтому избегайте алкоголя. И повести себя совсем необычно, что окружающие люди не смогут поверить, что это были вы, и вы могли вытворить что-то такое. Знаки зодиака, близнецы, рыбы, стрелец. Не вздумайте на выходных критиковать своего партнёра, особенно всё, что касается домашней работы, обсуждать домашние дела. Просто оставьте эти разговоры на другой период. Знаки зодиака «Водолей», «Скорпион» тоже. Избегайте любых словесных перепалок, иначе они вас могут завести очень далеко, и последствия будут плачевными для вас. Темы путешествий, темы учёбы должны избегать знаки зодиака «Лев», «Рыбы», «Девы» и «Водолей», а также знаки зодиака «Стрельцы» и «Близнецы». Вот все обсуждения на эти темы, они могут завести вас очень далеко, и начнутся взаимные претензии и оскорбления. Причём те конфликты, которые начнутся в субботу, они будут продолжаться в воскресенье, и если в субботу вы позволили себе наговорить лишнего, обидеть кого-то, то в воскресенье карма настигнет вас бумерангом, и вам обязательно попытаются отомстить в вашем же стиле. Если говорить о здоровье, то квадрат Меркурий и Уран прежде всего, конечно же, касается шока, нервных потрясений, бессонницы, головные боли, сердца, давления. И проблемы со здоровьем из-за поведения окружающих могут быть у знаков зодиака козерог, овен, скорпион, водолей, рак, весы, а также знаки зодиака дева, рак и рыбы. Поберегите себя. Старайтесь сами себя тоже не накручивать лишний раз. Овен, лев и скорпион. Ваши дружеские отношения в субботу и воскресенье могут пострадать. Внезапно могут быть конфликты между очень хорошими, старыми друзьями, которых вы давно знаете. И вот какие-то неожиданные высказывания могут больно задеть и начнутся взаимные упреки, обвинения, претензии. Причем, заметьте, еще вот такую деталь. Меркурий ретроградный, поэтому обязательно это будет касаться прошлого. И люди, можно так сказать, будут копаться в вашем грязном белье и что-то вам припоминать. Занимайтесь спокойно своими любимыми делами. Это касается всех знаков зодиака. Ограничьте общение и в субботу, и в воскресенье, и любые попытки, которые будут вызвать вас на обсуждение какой-то такой вот животрепещущей темы. Вы их как раз пресекаете. Просто скажите, давайте об этом поговорим в другое время, в лучшие времена. Но не сегодня, не сегодня. Удачных выходных вам! Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok